Всем привет, с вами Прия. После того, как было анонсировано дополнение для World of Warcraft Shadowlands, сразу же появился его предзаказ. И предзаказ даже выполнен в трёх изданиях. Обычный, базовый, далее героический, ну и эпический. Хочется рассмотреть абсолютно все эти издания, что интересного они из себя представляют и какие всё-таки бонусы в них заключаются. Базовое издание, оно самое простое, самое дешёвое, и в нём находится всего лишь ранний доступ к классу Рыцаря Смерти для союзных рас и пандоренов, начиная с момента выхода контентного обновления Ведения Мзота. То есть, сделав предзаказ дополнения Shadowlands, можно будет в обновлении 8.3, которое будет через пару месяцев, создать себе Рыцаря Смерти Пандорена или кого-то из союзных рас. Это интересно, это классно. Героическое издание, которое чуть дороже, включает также все бонусы издания базовой комплектации, и при этом включает в себя услугу мгновенного повышения уровня до 120-го. А ещё, заколдованного Вечного Змея. Это летающее средство передвижения. Оно позволит начать цепочку заданий, которые откроют набор для трансмогрификаций одежды Вечного Путника. Ну, это просто трансмог, самый обычный, достаточно интересный, и, в принципе, сделать эту цепочку будет не в напряг, и, думаю, делать её будет интересно. Эпическое издание, самое дорогое на текущий момент, оно включает все бонусы героического издания, также включает в себя 30 дней игрового времени, змеёныша анимы, питомца. Невероятный эффект Вечный Путник для Камня Возвращения, а ещё иллюзию Призрачный Хлад для Оружия. Всё это, конечно, весьма интересно, но это нужно смотреть, и это нужно покупать, и это нужно щупать. Что мы сейчас и сделаем. Ну что ж, абсолютно все предметы получены. Изучаем. Первое. Камень Возвращения Вечного Спутника. Второе. Заколдованный Вечный Змей. Третье. Змеёныш анимы. Четвёртое. Иллюзия Призрачный Хлад. Сейчас мы всё это рассмотрим, то есть, получается, в момент того, когда я буду юзать камень, он как-то будет юзаться по-особому. То есть, просто меня медленно засасывает в мини-ураган. Ну, это выглядит классно. Что-то в этом есть красивое. Ещё и никнейм сверху стирается. То есть, обводка никнейма гильдии, звания теряется при этом. Забавно, хорошо выглядит. Это, по крайней мере, это что-то новое. Уже хорошо. А далее, там было указано про чарочку на оружие, а именно Призрачный Хлад. Смотрим, как это выглядит. Это выглядит прекрасно, так как это изменение абсолютно всей пушечки, а не только её окончание. Меняется внешний вид, и она становится реально ледяной. То есть, чтобы вы понимали, пушка-то, она огненная, она с чернорукой у меня дробнута. Но под этой чарочкой она просто ледяная. Вау. Это круто. Особенно на каких-нибудь Рыцарей Смерти, ветке лёд, использовать такую чарку будет очень приятно. Новый питомец в виде змеёныша анимы. Хороший ли по своим способностям? Ну, вроде бы неплохой. Красивый ли он по своему виду? Ну, какой-то как монозмей, растянутый такой, с своими линиями. Немножко смахивает на крылья Тираэля из Диабла. На крылья ангелов. Ну, окей. Всё равно это немножко новая модель с какой-то бронёй. Интересно выглядит, к тому же анимация вертушки. Очень забавная. Ну и подбираясь к самому интересному. Маунт. Заколдованный вечный змей. То же самое, что и змеёныш анимы, только больше. У него нет лица, у него нет ничего абсолютно. Он бездушен. Но в нём течёт анима. Первозданная сила, питающая тёмные земли. С анимой мы встречались ещё во времена ПГ, во времена Пандарии. В тот момент, когда убивали Лейшени и Родена. Ну, немножечко вся эта тема возвращается. Маунт выглядит уже аккуратнее, чем питомец. Больше элементов брони, больше размер. А анимация полёта, думаю, напоминает вам всё равно некоторую модельку прошлого маунта. Так что, такие вот плюшечки. Ждём обновления 8.3 для создания Пандарена, Рыцаря Смерти. Это будет бомбезно. Ну и вообще, ждём следующих патчей. Всех вам благ, счастья, здоровья. Дайте знать в комментариях, какое издание будете покупать вы. Берегите ноги. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!